Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на очередном FEMAP-симпозиуме в Москве. Меня зовут Титаренко Филипп. Я продакт-менеджер по направлению FEMAP, а он Анасофт, специалист по конечноэлементному анализу. В этом году FEMAP-симпозиум проходит у нас в онлайн-формате. В течение двух дней разработчики FEMAP из Siemens ответят вам на любые ваши вопросы и расскажут о нововведениях в сим-центр FEMAP 2020. Также со своими докладами выступят специалисты ведущих аэрокосмических предприятий нашей страны. В первый день с докладом «Что нового в FEMAP 2020» выступит Энди Хейнс. Энди – руководитель группы разработки FEMAP в Siemens. После его доклада у вас будет возможность задать ему вопросы в чате, и он лично вам на них ответит. Затем со своими докладами выступят специалисты НПО «Энергомаш», специалисты филиала ЦИНКИ научно-исследовательского института имени Бармина и специалисты Центра технических проектов. Во второй день, 10 сентября, со своим докладом выступлю я и мои коллеги-партнеры из компании «Кадис» и «Энэс Лабс». После наших докладов вы также сможете задать нам свои вопросы, и мы, в свою очередь, зададим вам несколько вопросов по конечной элементному анализу. Таким образом, мы проведем небольшую викторину, и тот, кто быстрее всех правильно ответит на наши вопросы, выиграет ценные призы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА remotely in a few question-and-answer sessions during the event, so I look forward to hearing from some of you in real time over the next two days. Finally, I hope to see you all again for this event in 2021, only this time in Moscow, in person. Thank you. Энди, рад приветствовать нас, участников симпозиума на FEMAP-симпозиуме в этом году в Москве. К сожалению, у него нет возможности лично зачитать свой доклад в Москве, он об этом сожалеет. Их команда разработчиков уже более полугода трудится удаленно не в офисе, а у себя дома. Энди сейчас с нами на связи из своего дома в Пенсильвании. Несмотря на такой режим работы, команде разработчиков удалось выпустить релиз FEMAP 2020.2 весной этого года, и они планируют выпустить следующий релиз осенью этого года, то есть уже скоро. Но давайте послушаем самого Энди с его докладом «Что нового в FEMAP 2020?». Всем здравствуйте. Добро пожаловать на презентацию о том, что нового в версии FEMAP 2020. Перед тем, как говорить об этой конкретной версии, давайте сначала несколько слов скажем о направлениях развития FEMAP. Прежде всего, следует отметить, что более 35 лет FEMAP разрабатывали с тем, чтобы он максимально удовлетворял потребностям людей, специалистов, занимающихся конечным элементным анализом. А именно, усовершенствовалось алгоритм выполнения всех задач конечных методов анализа, а именно строение высокоточных КАИ-моделей, которые полностью отражают инженерные проблемы, а также средства интерпретации результатов анализа, которые были бы интуитивно понятными и способствовали улучшению производительности и качества проектирования. Разработчики программы стараются максимально использовать сильные стороны FEMAP, а именно мощные инструменты работы с геометрией, включая идеализацию строения соединенных плоскостей, простое и качественное создание КАИ-сетки, возможность ее интерактивного изменения и редактирования, полноценная поддержка всех основных промышленных решателей, включая СИМ-центры на страны, МСИ на страны, ЛС-Дайна, Фабакус, Ансис, а также широкие возможности кастомизации для совершенствования процесса анализа. Еще, перед тем, как мы перейдем к чертам и функционалу программы, мы должны затронуть вопрос о том, как выходит релиз FEMAP. Теперь будет шестимесячный цикл, то есть каждые шесть месяцев будет выходить фичер-релиз, включающий изменения базы данных, апдейт-интерфейсы, включая локализацию обновлений лицензии, и это будет происходить в апреле и в октябре, то есть весной и осенью. Всегда будет как минимум один отладочный выпуск, отладочная версия, и в особенности можно ожидать отладочную версию, если есть какой-то баг или собрался материал для апдейта. Кроме того, по необходимости будут выходить малые патчи, когда нужно, например, обновить или добавить какие-то функции, касающиеся геометрии, либо на страна. То есть, еще раз, вот этих фичер-релиз, то есть отладочных версиях, не будет никаких принципиальных изменений базы данных, апдейт-интерфейса. Все будет старым, за исключением некоторых мягких правок. Итак, фичер-релизы будут выходить по весной и осенью, примерно в апреле и в октябре будут включать расширенную функциональность, изменение базы данных, расширение API-возможностей, а также новые лицензии, а также обновление локализации для новых элементов, которые появились в интерфейсе. Технические или отладочные релизы будут содержать исправление багов, небольшое усовершенствование без изменения пульска интерфейса, доработки установщика и обновление необходимости сим-центра на страна. Установщик теперь будет устанавливать патчи вместо полных пакетов, то есть не будет необходимости полной переустановки. Вот эта дорожная карта от 12-й версии до сегодняшнего дня. 12-я версия FIMAP вышла в октябре 2018 года. С этого момента мы поменяли схему нумерации версии. Версия 19.1 вышла в июле 2019 года. В июле вышел первый баг к этой версии. И в ноябре 2019 года был фичер-релиз версии 2020.1. В мае 2020 года вышла версия 2020.2. В июле подкладочный пакет к ней. Это тема, о которых мы поговорим сегодня. Они включают пульсский интерфейс, визуализацию, постпроцессор, создание сеток, постпроцессор, держку решателя, улучшение производительности и разные другие моменты. Одно из самых больших изменений в версии 2021 тронуло иконки. Иконки перерисованы в современном стиле и в цветовой палитре. Цвета были выбраны для того, чтобы контраст был максимальным, а значит, легко было бы их выбирать. Во всем FEMAP, во всех его блоках, теперь используется одна и та же тема. Эти изменения должны позволить снизить время обучения пользованию программой. Вы видите старые иконки на левом изображении, скриншоте, новые иконки на правом. В второй версии, под версией 2020 года, версии 2020.2, мы рисовали каждую иконку в масштабе 150% и 200% от стандартного. Благодаря наличию такого комплекта размеров иконок в пакете, мы смогли добиться того, что теперь FEMAP поддерживает любые разрешения монитора, в частости разрешения 4К. Другими словами, на сегодня версия 2020.2 поддерживает в полной степени высокое разрешение, то есть является HiDPI-Aware. Если пользователь желает, он может выбрать в настройках альтернативное отображение иконок, а именно, отменить HiDPI-Aware, тогда FEMAP будет отображать иконки и шрифты в стопроцентном стандартном разрешении, в величине текст может оказаться плохо читаемым. Или же, пользователь может выбрать масштабирование средствами Windows, но это приведет к плохой читаемости текста и иконок за счет их размытия. Соответственно, в большинстве случаев мы не можем рекомендовать эти настройки. Здесь на левом изображении вы видите интерфейс, полученный масштабированием средствами FEMAP, центру средствами Windows, и справа вы видите скриншот интерфейса немасштабированного, 100% стандартных разрешений. Соответственно, если будет выбран правый вариант, тогда как у вас монитор 4К, то у вас будут сложности, вы не сможете все разглядеть. Что еще изменилось в версии 2020.1? Номки-палитры в польском интерфейсе теперь отображают текущий цвет каждого объекта вместе с текущим шаблоном, если назначен нестандартный шаблон, то есть color-блоки, то есть текущий цвет и номер шаблона. Также изменения затронули в цифровое управление, способ отображения цифр. В более ранних версиях имелась ситуация, когда часть шрифтов отрисовывалась средствами Performance Graphics, другая же часть средствами LGL, и цифры на экране при этом выглядели по-разному. В версии 2020.1 отображение цифр было унифицировано. Как настраивается отображение цифр? В разделе Digit Control в вкладке Graphics имеются два подраздела. Первый в локале, в котором мы выбираем глобальные опции для стилей, числа знаков после запятой, простите, нулей после запятой, а также знака. То есть настраивается вид, в котором мы хотим видеть на чертеже отрицательные положительные числа. Второй подраздел называется Options. В разделе Options мы указываем метод, или, если точнее говорить, четыре метода. Один из них указывается по умолчанию, будет использоваться по умолчанию. Мы указываем значение для метода RoundToZero, округление до нуля. А кроме того, каждый метод имеет свои дополнительные настройки, влияющие на отображение значений. Наряду с глобальными настройками отображения цифр, значений, есть настройки для индивидуальных значений, а именно элементы управления визуализацией, отображения нагрузок, граничных условий, деформированной модели сеть контурных критериев, легенда критериев и пюр в разных вариантах, а также силовых схем Free Body Vectors. В версии 2020.2 появились также бин-диаграммы. Как одна из опций, в которой возможно индивидуальное управление отображением отдельными значениями. Поэтому, когда мы переходим к управлению отображением значений для конкретного ViewOption, варианта отображения, нам предлагается несколько методов формирования значений. По умолчанию, это метод UsePreferences, то есть программа будет использовать методы и параметры, которые установлены в основных настройках. Второй вариант называется Femap Classic. Значение форматируется так же, как в более ранних, старых версиях Femap с указанием количества цифр, значений, а также, будет ли оно преобразовано в экспоненциальную форму. Еще один метод называется Exponential. В этом случае цифры всегда представляются в экспоненциальной форме. Этот метод позволяет задать число знаков, а также другие параметры экспоненциальной формы. Кроме того, есть метод Significant Figures или Significant Digits, который предполагает численное отображение с указанием количества знаков после запятой. Причем, в этом случае указывается максимальное количество нулей как после точки, так и перед точкой для значения больше единицы. Значимые цифры. Последний вариант это число знаков после запятой, decimal places. Здесь также задается максимальное количество знаков и отображение степени. Итак, мы выбираем один из методов. Ведоми открывается окно, где мы выбираем параметры метода. При этом можем увидеть примеры отображения значений в соответствии с выбранными параметрами, выбранными опциями. Мы можем либо сразу применить выбранные нами значения, либо нажав превью, увидеть, как это будет выглядеть на чертеже, то есть в графическом окне. И если нас это устроит, мы выбираем окей. В версии 2020.1 появилась возможность отображения системы координат ориентировки CWG элемента. На слайде показано, где можно включить эту опцию. Опция называется элемент координат систем. Мини опшенс окна вью опшенс. Для меток лейбелс и чего-то еще цветного. Эта опция позволяет визуализировать ориентированную систему координат для совпадающих и не совпадающих в уши элементов. Размер отображаемой системы осей задается отдельной настройкой. Это меню инструменты Tools и раздел View Style. В версии 2020.2 появился удобный способ определения способа соединения кривых, характера соединения. Благодаря опции Curve Connectivity соединения кривых доступной в опциях просмотра. Происходит для определения цвета кривой в зависимости от характера соединения. Если граница поверхности присоединена только к одной поверхности, то эта граница считается свободной Free. Если соединены две поверхности, то это случай, который называется Manifold рукав. Когда присоединено более двух поверхностей и имеется ТЭС соединения, то этот случай называется Non-Manifold. Еще есть кривые типа WireBody, которые создаются в парасоле. Внутри FirmUp мы такие не можем создать. Но их можно импортировать из парасолей. Таким образом они оказываются в нашем файле. Будут окрашены соответственно WireBody. Это протяженные линейные тела. Обратите внимание, что в окне ViewOptions нам предлагается выбрать цвета, которыми будут окрашены соответствующие кривые. Активно опция CurveConnectivity. Если же вы хотите смотреть кривые в цветах по умолчанию, то в Connectivity можно дезактивировать. Изменю ViewSimple, как показано в правом верхнем углу слайда. Здесь мы видим пример геометрии до добавления кривых типа Non-Manifold в эту модель. После этого мы добавляем такие кривые и видим, что по всей модели добавление к кривым типа Free, которые окрашены красным цветом, появились желтые кривые типа Non-Manifold, соответствующие T-соединениям. Таким образом становится очевидно, что эти T-соединения в этой модели имеются в большом количестве. Таким образом опция соединения кривых помогает нам видеть типа соединения поверхностей в пределах нашей модели. Каких и сколько. Т-соединениям. Далее мы улучшили операцию перенумерации, чтобы было удобнее контролировать индивидуационные номера. Это сначала было сделано для команды Modify Renumber All, и ранее она была доступна в разделе FileMerge слияние файлов. Такая команда была недоступна в пышном меню перенумерации. В версии 2020.2 прежняя опция Constant Offset постоянный сдвиг разменена на новую, а именно на целый раздел под названием Renumbering Options опция перенумерации. И здесь вы видите три варианта Compress, Offset To и Offset By. Компресс подразумевает задание начального идентификатора стартинга ID и инкремента. Секту соответствует старому режиму сдвига. Здесь мы задаем новое начальное значение идентификатора. Также здесь мы видим вариант этой команды Offset By, который предполагает задание числа, на которое уменьшится или увеличится идентификатор. Кроме того, были лучше на команды скопировать буфер сохранить файл. Для многих закрепленных панелей инструментов, среди которых панель таблица данных, редактор соединений, редактор сетки, редактор функций, редактор элементов. Теперь эти команды сохраняют и копируют информацию в формате HTML. Обратите внимание, что даже при копировании в буфер теперь наряду с RTF и текстовым форматом можно отправить HTML. Это улучшает форматирование при вставке данных в приложение Office, а также обеспечит возможность просматривать просмотры сохраненных файлов в стандартных браузерах. Еще одной новинкой версии 2020.2 является способность FemApp напрямую передавать информацию с диалоговых окон закрепленных панелей в Microsoft Excel. Таким образом, например, можно передавать данные из редактора укладки Layup Editor, а также данные из диалогового окна Standard Entity Selection меню пик выбор, то есть список идентификаторов отсюда можно передать теперь напрямую в Excel. Во многих закрепленных панелях теперь можно увидеть иконку отправить в Excel сенту Excel. Эта иконка располагается рядом с иконками копировать сохранить и скопировать в буфер. Смотрим сюда. Здесь окно представляющее табличные данные DataTable. Мы видим эту иконку передачи в Excel. Видим, что здесь уже есть данные касающиеся свободного тела в FreeBody с некоторым идентификатором. Если мы выполняем отправку данных в Excel, то информация экспортируется в формате HTML, то есть она сгруппирована, слабо читаема и доступна для обработки без каких-либо манипуляций. То есть мы видим группировку по столбцам и мы можем непосредственно работать с данными без необходимости восстанавливать эту разбивку. Также функция Send to Excel появилась в диалогах окне Charting построения графиков. Что здесь эта функция делает? Она одновременно передает набор данных, сбор координат X и Y для всех точек, которые являются видимыми в диалоговом окне, а также передает изображение графика в части, которая является видимой в диалоговом окне. И вот как выглядит результат выполнения команды Send to Excel непосредственно в Excel. Надо знать, что в любом случае вам не нужно открывать Excel вручную. Excel будет открыт автоматически при выполнении этой команды. Еще одной опцией, которая была добавлена в версию 2020.2 является отображение центра вращения в разделе динамического вращения. Эта опция доступна в диалогу в окне настроек, которая открывается при выборе опции File Preferences в разделе графика. На вкладке графика в разделе посвященном динамическому вращению. Если поставить галочку в этом чекбоксе, то на модели появится дополнительная система координат, видите, в красном квадратике она обозначена, которая будет использована в качестве центра вращения при выполнении динамического вращения. Давайте перейдем к новинкам, относящимся к припроцессору. Версия 20.20.1 является первым релизом, в который были интегрированы новые функции редактирования геометрии с реализованной технологией Synchronous Technology, возможности, которые можно найти в Parasolid. Это набор опций. Смысл всего набора в том, что происходит автоматическое определение того, какие поверхности должны быть включены дополнительно, чтобы переместить, внести всю фичу, весь элемент. Здесь можно выбрать режим Smart Select, а также All Set, смещение, Identical подобие, Concentric концентричность, Linear и Tangent Cages касательные грани. Кроме того, появилась новая опция Translate Mode, режим переноса по умолчанию, соответствующая тому рабочему процессу, который имел, присутствовал по версии 19.1, нормали, полагающие водорасстояние, также пользовательский режим переноса вдоль вектора, после выбора необходимых поверхностей, элементов геометрии. геометрия. посмотрим, как работает реакцией редактирования геометрия с выключенной опцией Offset Detection и включенной. Видите, что с выключенной опцией происходит перемещение всего ребра с включенной опцией. Ребро утолщается. Кроме того, есть функция поворота вокруг вектора. если выбрать вот эту поверхность, указав соответствующую эту кривую, поставив соответствующие галочки в опциях, программа поймет так, что необходимо все элементы, имеющие к этому отношение, объединить в группу, для того, чтобы переместить всю фичу. Вот таким образом, вдоль заданного вектора. Таким образом, мы перенесли данные элемент на определенный угол при заданном векторе вращения. Опция выравнивания была добавлена для геометрии типа опора. Сейчас она также появилась для геометрии типа шайба. Инструмент редактирования геометрии инструментов для работы с сеткой Meshink Toolbox. Эта опция позволяет сориентировать линию разреза шаблона шайбы относительно геометрии. Автоматическое выравнивание появилось, начиная с версии 19.1. Следующий вариант векторное вектор выравнивание ориентирует линии разреза по направлению выбранного вектора. Если выбирается опция Tangent to Curve касательная кривой, то мы должны будем выбрать кривую для выравнивания alignment curve например границу данного элемента и линии разреза будут ориентированы по касательной к этой границе. также есть опция Perpendicular to Curve которая ориентирует линии разреза перпендикулярно выбранной кривой. Вот результат применения этих опций после перестроения сетки. В версии 20.20.1 появились новые команды и опции для команды копирования вращения и отражения. Так появилась возможность при копировании объектов копировать объекты вместе с системами координат. Опция Enable предполагает, что система координат каждого копирования объекта будут тоже скопированы. Если опция Disabled тогда будут скопированы только те системы координат которые необходимы для определения направления ориентировки копируемого объекта. Также была добавлена опция назначения активных цветов. Если активировать эту опцию Enabled тогда копируемые объекты будут окрашены в активные цвета. Если ее дезактивировать Deactivировать Disabled то копируемые объекты будут иметь те же цвета что и оригинальные. Также появилась опция привязки к активной системе координат. assign to active coordinate system если активировать данную опцию поставить галочку то у скопированных объектов будет собственно активная система координат если снять галочку то скопируемые объекты будут прикреплены к системе координат исходных объектов версии 20 20.2 есть также еще одно небольшое изменение а именно поле а за андитис для сеток добавлен пункт applicate materials and labs удвоить материалы или укладки речь идет о copy rotate reflect options для геометрии и для сеток каков практический эффект от этой опции если есть слоистые объекты типа ламинейт или solid laminate вы все указать свои материалы используемые указанными слоями будут продублировать будут продублированы использование укладками будут продублированы это также реализовано для свойств свойств слоистых объектов и слоистых объектов типа solid которые присвоены в качестве атрибутов сетки меж атрибют следующий момент когда мы прописываем свойства балочных элементов на стране теперь можно активировать опцию right zero at nb таким образом если для конца б не заданы конкретные значения программа ставит на их присвоит конца б значение равное нулю если опция дезактивирована когда этих клетках будут пустые значения умолчание то опция выключена и таким образом если значение б пустое на стран подставляет сюда значение конца а правой части слайда вы видите пример входного файла input файл где для свойства первого флаг 1 означает что опция разируется tnb и выключена и мы видим пустые места на месте концу б для второго свойства она включена и поэтому программа пишет нули на месте значений для концу вы версию 20 20 . 2 была добавлена поддержка следящих сил также поддержка следящих моментов последние только в на стране только для иностранных здесь мы задаем силу или момент а именно их величину и узел направления direction note два узла или две точки могут быть указаны для задания вектор направления нагрузки также можно использовать четыре точки для определения нормальных поверхностей таким образом можно определить как геометрические так и узловые следящие силы другой новинкой версии 20 20.1 является возможность формирование несколько низких наборов результатов для создания новых расчетных случаев из выходного файла из выходных данных multiple lutsets from output по умолчанию программа формирует из выходных данных набор один набор нагрузок помещает его в качестве текущего current lutset кроме того появились опции создания новых наборов нагрузок из указанных выходных наборов а также из всех выходных наборов selected out to sets или all output sets раздел называется from output sets выбрав опцию в разделе from output sets мы выбираем и компоненты нагрузки блок компонентов скажем мы хотим рассчитать enforced displacement loads нагрузки вынужденного смещения исходя из переносов translation таким образом мы выбираем переносы т1 т2 т3 например программа возьмет результаты по смещением и вычислить граничные условия вынужденного смещения for displacement boundary conditions здесь есть разные варианты опции зависимости от того какие нагрузки мы используем в расчете например displacement loads здесь таком случае должно быть граничные условия на стране и поэтому здесь есть пункт создать очень констрейнт соответствующие граничные условия если же например речь идет о элементарном нагружении грани например о давлении раньше здесь была опция face id но мы решили что она не слишком полезно особенно если мы нагрузки подвергаем тетрадрическую сетку например поскольку результаты по каждой грани будут разными от элемента к элементу и теперь есть две другие опции в силу фэйс и мальтипл фэйсис теперь можно выбрать несколько граней используя стандартный диалог выбора грани face selection уже по некоторое время нас просили включить команду которая позволила бы учить перечень объектов в конкретном слое поэтому в версии 2021 мы улучшили команду листу лэйрс и она теперь может выводить все свои пустые слои отсутствующие или выбранные слои со всем содержимым другие словами если активируем опцию эти зубы и то есть объекты данного слоя о эти объекты выпадут в перечень кроме того можно вывести привязки слоя к группе и к проекции by groups и by view в разделе в другом окне параметры модели модул параметры мы добавили в маточный вот мы это симпл ты в монетарь поинт точки наблюдения димик и коллективы лить и цепс версии 20 20.2 на самом деле это появилось еще в версии 20.1 но там не было возможности задавать next идей инкремент эта возможность появилась во второй под версии кроме того появилась возможность задания активных координатных систем выходных данных из диалогового окна tools параметры давайте поговорим еще некоторых инструментов новых инструментов касающихся при процессе первых инструмент между интерференс которые служат для определения ребер линии и плоскостей на также трехмерных элементов проходящих через другие элементы проверка интерференции включает оперейшие сечения одномерных элементов а также точно двумерных элементы проходящие из другие элементы выделяются их можно поместить в группу система выдается отверстие приглашение еще но совершенствование касается команды диалогового окна tools check some forces в предыдущих версиях проводилось суммирование в пределах активного расчетного случая луксет теперь есть возможность выбора расчетных случаев для отображения результатов суммирования нагрузок может быть мы хотим это сделать на всех расчетных для всех расчетных случаев или для каких-то особых отдельных обратите внимание что расчет проводится по каждому расчетному случаю в отдельности они по всем месте но последнего имеет мало смысла явилась также возможность передачи результатов суммирования в паблицу данных при этом результаты передаются для всех указанных на предыдущем этапе расчетных случаях много лет уже нас пользователи просят просили ввести возможность расчета массовых свойств из свойств нескольких твердых тела не одного тела массовое свойство для любого числа solid properties их модели эта возможность была внедрена в реализованной версии 20.2 видите что появилось две опции расчета массовых свойств расчет по всем свойствам и по свойствам сборки либо расчет по свойствам отдельных объектов solid добавлена возможность копирования результатов буфер обмена в текстом ртф или html форматах если стоит галка у пункта с n2 clipboard тогда копирование будет выполнено автомата автоматическом режиме в более ранних версиях команда уже после расчета задавала ряд вопросов это было не совсем логично поэтому сейчас здесь появился новый раздел наш общинс поэтому сейчас мы сразу здесь выбираем следует ли создавать узел в центре тяжести сдавать ли и подключать ли к сетке вновь созданный репрезентативный массовый элемент а также каким образом его подключать например с использованием близких связей и же жестких связей или с помощью одной жесткой связи с определенным числом степеней свободы еще одним обществом является автоматическое копирование данных расчета массовых свойств в текст в ртф или html форматах буфер обмена добавлена поддержка элементов типа слоистые тела типа solid площадь укладки в слоистых тел масштабируется в соответствии соединой каждого ребра в направлении укладки слоя вычисляется как тонкий одиночный кубик или призма с углами высота стыковки верхнего и нижнего слоя флайон следующая часть презентации посвящена построению сетки здесь мы рассмотрим новые инструменты которые были добавлены как в турбокс так и в традиционные команды касающиеся построения сетки попытки улучшить процесс реализации геометрии в версии 20 20.1 инструмент удаления элементов из турбокса был обновлен целью обеспечить более надежное удаление смешанной геометрии алгоритм следующий сначала предпринимается попытка удаления всего за один раз если это не удается когда программа пытается удалить одну цепочку смешанной геометрии за другой то есть одну цепочку за затем смежную цепочку и так далее после этого при необходимости выполняется второй проход потому что некоторые цепочки можно удалить только после того как все остальные цепочки смешанной геометрии в модели будут удалены такой процесс может занимать больше времени но результат намного превосходит результат работы раннего алгоритма кроме того в версии 20 20.1 улучшена эффективность удаления смешанной геометрии в степла кейшнс местах со ступеньками для того чтобы еще больше повысить надежность удаления переходных поверхностей смешанной геометрии в версии 20 20.2 добавлена возможность предпросмотра в инструменте фича removal если выбран фича type blends смешанной геометрии и переходной поверхности в режиме предпросмотра подсвечиваются все найденные переходные поверхности всплывает стандартный диалог выбора объектов который позволяет добавить или удалить переходные поверхности или просто поверхности из подготовлено для удаления перечня необходимо также ответить что данное инструмент позволяет задать ограничение размера limit size для удаляемых поверхностей посмотрим на приятную особенность вот здесь отсвечены найдены бренды внизу изображение увидите диалоговое окно для entity selection выбор объектов куда можно добавить и удалить какие-то поверхности откуда удалить какие-то поверхности как только в этот этап выполнен мы нажимаем ok и видим результат выполнения операции еще одно изменение фото воксе для создания сеток в версии 20 20.2 это дополнительный пункт в разделе geometry type который называется surface replace face для операции extend вытягивание эта опция вытягивает тела до выбранной поверхности удаляет переходные поверхности которые не удалились при выполнении соответствующей команды blend remove а также в тяги или вытягивать поверхности до основного тела для удаления ненужных элементов команда располагается вот здесь вот команды первым софис рассмотрим пример вот изначальная геометрия мы выбираем поверхность до которой будет выполнено вытягивание потом мы выбираем поверхность которую мы будем вытягивать и вот результат мы видим что края центральной площадки поднялись и что переходные поверхности были удалены здесь перед нами деталь на дне которой выдавлен текст фимап мы выделяем destination surface то есть ту поверхность до которой мы будем вытягивать перьем выделяем буквы наша цель сделать так что буквы исчезли нажимаем ok и буквы действительно еще и исчезают еще один пример мы видим что боковые поверхности находятся на разных уровнях что можно сделать мы можем выбрать вот эту поверхность в качестве конечной если не шанс офис потом выбрать вот эту диагональную поверхность в качестве поверхности для вытягивания до уровня горизонтальной поверхности и в результате выполнения команды диагональная поверхность оказывается заподлицо с горизонтальной версии 20 20.2 мы обновили команды редактирование сетки с тем чтобы они были полные последние обрабатывали объекты связанные не связанные с редактированными элементами вот эти четыре команды появились все мапе в разное время поэтому вели себя несколько по-разному то могло быть достаточно непредсказуемым для пользователя начиная с версии 20 20.2 все эти команды будут обновлять ул аптейт параметры введенные в нижней части слайда это все строчки начинающиеся слова обновлены начиная с версии 20 20.1 внесены изменения в работу команды развертывание сетки мир свип теперь можно развертывать сетку вдоль грани лонды и edges просить это было версии 19.1 с помощью этой команды поверхности разворачивались вдоль существующие грани элемента иногда даже трансформируясь в этом процессе в версии 20 20.1 этому режиму были добавлены еще два режима разворачивания сетки а именно limit свип ту вижу наш ограничите развертку видимой сеткой мы хотим взять вот этот элемент и развернуть его вдоль этого существующего элемента вы видите что если галочки нет когда над розовым элементом развертка происходит иначе нежели в краевой области если же поставить галочку при развертке будет принято во внимание рельеф только розовые области то есть голубой элементы не обтекает темно-красный элемент в этом случае как собственно и было задумано еще один параметр который был добавлен это мерчный устойки с интернет объединение узлов с ближайшими элементами это опция контролирует автоматическое соединение развернутых методом свип элементов сетки этих элементов с подлежащей сетки вдоль которых они были развернуты которые не были развернуты пример еще одна модифицированные команды до версии 20 20 команда mesh edge контролировала создание линейных элементов на ребрах и лоскостных элементов на гранях вместо нее сейчас выделены две отдельные команды кроме того команда была улучшена в том плане что если раньше пользователь должен выбрать элементы или узлы в области которых необходимо было создать новый элемент то сейчас нужно выбрать ребро или грань мы предложили выбирать грань или ребра поскольку в ныне в фильмапе существуют разные варианты красивые варианты по выбора например модул фрифейс из модул фриджис кроме того если мы сейчас выполняем команду line-element sun edges линейные элементы на ребрах то чем от выводит вот такой запрос нужно ли свистить ребро аналогичный возможности которые предоставляет команда поди файл апдейте линс line-element of us с до версии 2020 было три альтернативных настройки объединение узлов созданных элементов при выполнении команды mesh geometry solid а именно можно было не объединять узлы объединять только новые узлы и все узлы отсутствует при этом возможность объединить новые узлы на одной созданном твердом теле со старыми узлами на модели поэтому добавлена вторая опция внутри модели она называется когда понимать если у нас есть два тела типа солид с построены уже сеткой и после этого мы строим сетку для вот этих двух солидных тел тогда при выключенной функции объединения но новые узлы не объединяются при функции объединения новых узлов 1 видите вот такой результат при выбранном объединение узлов внутри модели получается вот такой результат если же выбрать и третий вариант слияние всех узлов объединение всех узлов тогда результат будет вот таким причем если кроме вот этих двух созданных солиных тел там еще есть какая-то часть модели будет произойдет объединение всех узлов модели еще одно усовершенствование касается команды improvements to mesh connect rigid здесь появились две новые опции первое лауторжет ну таргет ноут тубе мактума мальчик социума ноутс возможность применения независимого узла целевого узла к нескольким исходом и вторая опция позволяющая ограничить минимальное количество независимых целевых узлов на исходной эти две опции позволяют уменьшить количество абсолютно жестких элементов без создания дополнительных степеней свободы а также равномерно распределять нагрузку вторая опция минимизация целевых независимых узлов на источники может помочь также в распределении нагрузки и предотвратить избыточное влияние на целевые узлы со стороны исходных это слайд иллюстрирует разницу между старым и новым подходом если вы не активируете опцию первую когда фактически вы реализуете старый подход элементы получающиеся в результате старого подхода изображены красным если же мы воспользуемся новым подходом то получим вот эту картинку зелеными элементами давайте поговорим об улучшениях постпроцессоров в версии 2020 первое что нужно знать относительно версии 2020 это что то что в ней появились новые диапазоны выходных векторов а вот вектор зайди для выходных данных по элементам вот здесь в левой части слайда показаны диапазоны для идентификатор векторов из старых версий так вверх пластины плейтоп находился в диапазоне 7000 начинался диапазон с 7000 заканчивался 7000 местами при этом низ пластин находился в диапазоне 7400 и ниже вы видите что в версии 2021 и других более поздних версиях низ пластины переместился в 9000 диапазон в 8000 занимают средние слои пластины поскольку в версии 2022 появился функционал автоматического экспорта данных в excel появилась новая команда лист отпут цель как и для других функций которые опираются на прямую связь программы с экселем эта функция автоматически открывает excel и оперативно передает данные как и в случае выполнения команды резал суда это требовал резал что excel обеспечить возможность управления строками столбцами и поддерживать стиль есть также чек-бокс который называется форматинг и которые обеспечивает автоматическое форматирование об этом еще поговорим есть также возможность трансформации табличных результатов обратите внимание что сейчас информация по узлам и по элементам выгружается единовременно то есть сейчас после того как вы выбрали стиль отчета выбрали необходимой трансформации и нажали ok команда попросил программа попросит вас выбрать необходимые узлы необходимые векторы если у вас стоит галка в чек-боксе форматирование тогда каждый лист xl будет включать фильтр колонок фиксированный заголовок строки и фиксированные номера столбцов другими словами верхняя строка будет оставаться видимой при прокрутке таблицы вверх вниз также левый столбец будет оставаться видимом при прокрутке справа налево данные об узлах и данных об элементах окажутся на двух разных листах еще один режим режим визуального отображения который был добавлен по версию 2020.1 это отображение кейп кэпт айза серфис и пюре из-за поверхности если мы рассматриваем из-за поверхность без кеппинга ну мы видим при динамическом отображении те области ука для которых контуры велью одни и те же то есть проявляются полосы синего цвета если же мы ввели этот кэп и например положительный кэп тогда программа отобразит и за поверхность соответствующая данному знаю значение а также все значения которые выше значения соответствующего из-за поверхности и это очень полезно при оптимизации топологии если мы выбираем отрицательный кэп до программа отобразит за поверхности с значениями ниже указанного отрицательного кэпа версии 2020.2 появилась поддержка нескольких типов выходных данных для аэродавления и эластичности формат файла при этом обратите внимание точка f06 не опыт 2 и не них стеби только . f06 речь идет о решателе 144 иностранных аэросетка отличается от структурной сетки вот как выглядит давление отображаемая по аэросетке вот отображение давление на аэросетке также аэрокоэффициенты и аэродинамические силы на аэросетке а не на структурной сетке начиная с версии 2020.2 с мэнтранспека 2 поддерживается отображение деформации шелл сытный саутбуд команда шелл цик шелл течки из иностранных а именно из 402 решателя выполняет она многошаговый нелинейный анализ деформации оболочки теперь также начиная с версии 2020.2 возможно отображение деформации classic strain output из иностранных решателей 401 402 а также возможность последнего возможность вывода результатов послойного разрушения лайфли не резалт из 401 402 решателей результаты послойного разрушения включают такие параметры как статус повреждения разрушения damage status количество повреждения разрушения damage values энергии повреждения и плотность трещин как выглядят картинки отображающие энергию повреждения разрушения и значение то есть количество повреждений как я уже говорил результаты касающиеся середины средней части средних слоев пластиночных элементов будут отображены в восьмитысячном диапазоне дефектора версии 2022 и старше в во многих более ранних версиях фимапа присутствовал api script для расчета этих значений но начиная с версии 20 20.2 добавлена опция специальная позволяющие вычислять усредненное напряжение деформации средней поверхности которую можно найти на вкладке резал стеба файл preferences это результат простого усреднения результатов для верха и низа который включает вычисление инвариантов из утрененных значений поддерживается расчет для результатов либо считанных базу данных либо прикрепленных и не поддерживается к сожалению для сложных результатов линеаризации напряжений концепции линеаризации изложено в документе который приводится на слайде что он этот алгоритм делает вычисляет линеаризованные мембранные изгибные и пиковое напряжение вдоль линии сел и не классификации напряжений у нас было и пи ай который поставлялась в качестве решения фимопу позволявшие считать эту линеаризацию сейчас же соответствующий инструмент был активно добавлен кемат для того чтобы пользоваться этим инструментом не необходимо понимать принципы реализации поскольку правильные выборы сели имеет решающее значение то есть пользователи который этим будет заниматься необходимо ознакомиться со стандартным сми сначала из результатов конечно элементом анализа извлекается тензор напряжений потом приобрезу он прообразуется для для выравниваю относительно линии классификации напряжений и анализованные компоненты тензора мембранных напряжений представляют собой среднее значение проекции каждого из них на сел а линеаризованные тензоризгибных напряжений включает только касательные нормальные осевые напряжения и сдвиговое напряжение каков алгоритм применения это доме то все мама по тема пир мы выбираем набор для вывода за процент далее мы указываем хотим ли мы использовать нелинейные результаты входных данных есть те и другие линейные и нелинейные после этого выбирается тип элемента в данном случае солид потом мы выбираем тип критериев низи среди треска потом два узла соответственно начало и конец линии классификации стресса и запускаем расчет результаты реализации напряжений отображается на графике отображается напряжение вдоль линии классификации напряжение мембранные напряжения мембраны и изгибные напряжения и изгибные напряжения если мы это выбрали топ на данные копируется буфер обмена автоматически или же можно воспользоваться команды которые отображаются при щелчке правой клавишей по графику для копирования несколько замечаний по ленизации напряжений обратите внимание здесь есть чекбокс для проведения ленизации по всем компонентам пензора полкомпонент бензинг напряжение по треска максимальное касательное напряжение по крайней мере относятся к ним производится расчет треска фейлер критерия критерия отказа по треске и уровне напряжений напряжение по треска в два раза больше максимально касательно это то как считает данный инструмент слайд который демонстрирует применение данного алгоритмы данного инструмента вот деталь вот линия классификации напряжений начальный узел конечный узел модели аксессиметрично относительно этой линии и в результате расчета выводится вот такой график давайте теперь поговорим о поддержке решателей в фима 2020 была добавлена и расширена поддержкой многих решателей начнем с иностранных в решатель иностран была добавлена поддержка больших значений идентификаторов а именно идей выше 100 миллионов вот такая поддержка стала доступной как в массе так и в сим-центре на что на стран его решателях это на самом деле произошло некоторое время назад сейчас такая поддержка пришла еще мап теперь мы записываем глобальная система координации эндрические сфизические в формате наш стран на странно поддерживающие ларчфилд то есть большие идентификаторы формат называется на стран филд соответственно континью и шнэн 3 записи продолжения теперь обозначаются правильно и тема понимает что что используется глобальная система координат поэтому он заново их не считывает поскольку они уже существуют в фимапе начиная с версии 20 20.1 фимап поддерживает точки наблюдения monitor points частности мы говорим про точки наблюдения bond point 1 и монпоинт 3 что делают эти функции они печатают маркированные входные значения интегрированных нагрузок label output на структурных и аэродинамических моделях их можно определить с помощью диалогов хоккорд фимапа можно создать и редактировать эти функции с помощью дерево информации для модели команд меню а также имеется полный доступ к точкам наблюдения через и пиай фимапа также месяц имеется графическое отображение точки наблюдения которая выводится в качестве точки суммы смейшен point для облегчения восприятия данной таблицы показаны решения на страна которые поддерживают эти точки наблюдения то что четвертое решение это эластичность для первой точки и третьей точки решение 101 103 вы также видите что поддерживается довольно значительное количество алгоритмов решений массе на странах точки наблюдений сейчас отражаются в ветке стимулированных объектов simulation object branch информационного дерева модели и здесь по отношению к точкам наблюдения доступны для выполнения ряд команд таких как менеджер едет лист так далее их можно перенумеровать перенумеровать изменить цвет или слой для этих точек наблюдения версии 20 20.1 появилась поддержка чтение записи данных демиг где май расшифровывается как direct matrix input прямой матричный ввод можно интернализовывать демиги как вводные матрицы пимапа или оставлять их экстренализированными где панч файлы в таблице данных можно просмотреть данные заголовка демиг объекты матрицы это доступно только через API масштабные комбинации масштабные коэффициенты можно провести выбор набора данных для анализа центральное окно на данном слайде позволяет посмотреть заголовок демига его основные характеристики и фактор масштабирования отсюда можно отправить информацию в excel из менеджера набора данных для анализа он выводит вот такой интерфейс правая часть слайда и там можно выбрать различные характеристики матричного ввода для матриц g типа и для матриц p типа наконец еще один тип объектов который был добавлен версии версию 20 20.2 для многих решателей на странах на страны это генеральные элементы и джиннеллы он позволяет задать под набор или под структуру в терминах эмпирически определенных структурных данных здесь имеется табличный интерфейс для задания влияния отклонений также матриц информации о матрицах жесткости а также имеется графическое отображение связи ограничившей степени свободы поддержка 200 решение расширенной версии 2 версии 20 20.1 добавлен еще один вид анализа а именно частотный отблик гармоника используется и по сетапу эти опции аналогичны статическому и модальному анализу еще одна вещь которая появилась версии 20 20.2 и в основном направлена на нелинейный анализ это следящие силы а также следящие моменты то есть когда выбираются два узла или две точки для задания вектор нагрузки записывается force 1 или полумомент 1 если выбираются четыре точки или четыре узла для задания вектора нормального к плоскости то записывается force 2 или момент 2 следящие силы и следящие моменты обычно используются в решениях 106 401 402 для расчетов и имеющихся больших деформациях поддержка решение 401 402 версии 20 20.1 расширена за счет добавления новых видов нелинейных решений имеются глобальные настройки глаги и глобальные параметры 402 решения можно задать версию фимапы из которой будут взяты параметры по умолчанию мод вес это для решения 402 для решения 401 есть возможность исключить некоторые виды механических нагрузок также была добавлена группа параметров фристарта из последнего сходящийся таймстэмпа last конкурер time stamp добавление к этому 401 решатель из первое решение вы добавили несколько настроек в параметр решения параметр жесткости параметр расходимости а также в поле интегрирование по времени диалогов окна интегрирование по времени диалогов окна решение исходимости также увидите многочисленные дополнения в 402 решение а именно добавлены настройки поля общие параметры и расширенные параметры диалогов окна общий контроль многошагового решения научном диалогов окно контроль многошагового решения путем внесения туда новых настроек добавленного настройки в окно решения исходимость а также возможность считывания круги деформации в узловых точках координатной сетки в версии 20 20.2 развитие решений 401 402 продолжилась были добавлены новые нелинейные контакты возможности контроля параметров данного решения 402 были добавлены два новых типов функций а именно у стресс vs strain и true stress vs plastic strain которые вводят графики напряжения деформаций а также новые опции для черт толщины и z смещения оболочных элементов участвующих в контакте также была добавлена поддержка моделирования прогрессирующего разрушения слоев твердых слойстых тел и ламинатов это карта material damage мат dmg добавлены новые типы материалов для описания модели но направлено повреждение армируемого волокном слоистого материала или же повреждение разрушения однонаправленного усовершенствованной модели слоистого тела мы также введены новые тип функций которые используются только со свойствами 5 12 и со свойствами 13 материалов для анализа повреждения и разрушения слоистых тел типа UD или UD Unidirectional результатом расчета являются значение повреждения энергии повреждения также общий статус и плотность трещин таким образом становится возможным предсказание поведения слойстых материалов при разных нагрузках несколько продвинутых функций было добавлено также в транслятора ANSYS для менеджера данных анализируемых данных анализа set manager версиях 2020 1 и 2 в 1 версии мы добавили контроля модели которые позволяют организовать группу в пределах модели куда можно записать только часть модели записать часть модели в входной файл версии 2020.2 были добавлены несколько опций в раздел моду control диалогового окна антис команд моду control а именно возможность опускать системы координат опускать узлы опускать материалы свойства элементы во время экспорта же добавлено команда skip groups которые позволяют пользователю пропустить isl ncl и 7 записи во время экспорта следующей добавленной команды является skip misc miscellaneous который позволяет пользователю не отображать установки угла в юпорта масштаба и прочих также команды при процессора настройки решения была также перименована команда skip beam bark cross sections теперь она называется skip shapes это был сделан для экономии места в диалоговом окне кроме того был добавлен раздел result control где выбрать степень сжатия файла файл компрессион level результатов выполнения ансис в версии ансис 19.3 результирующие файлы сжимаются автоматически теперь можно указать что мы не хотим сжатия другими словами как они говорят нам необходимо сжатие версии 1 но поскольку сжатие происходит автоматически мы добавили возможность сочтения выходной информации полученных с первым уровнем сжатия тем самым который в ансис употребляется по умолчанию кроме того были добавлены команды ручной настройки в целый ряд диалогов хакон для ансис включая вот эти девять позиций которые приводятся внизу данного слайда также мы добавили анализ на случайное воздействие для ансис это появилось начиная с версии 20 20.1 на самом деле одно воздействие поддерживалось уже версии 19.1 воздействие или по-английски psd версии 20 20.1 появилась поддержка несколько воздействий включая функции самовозбуждения софт psd и кросс коллекционного psd интерфейс здесь сейчас очень близок к тому как выглядит соответствующий интерфейс иностранным ограничением является то что спектральные результаты должны быть обработаны там же в ансисе с использованием команд по 26 и rpsd версии 20 20.1 появилась поддержка оболоченных элементов переменной толщины теперь полностью поддерживается в ансис выбор элемента и выбор узла то есть когда читаются входные файлы из ансис содержащие команды и селу и нсел теперь они интерпретируются правильно выделены группы в ансис теперь становится группами фимап и это очень удобно поскольку теперь группа фимап сохраняются как компонент ансис мы добавили поддержку большего числа ограниченных условий нагрузок в ансис с использованием элементных и узловых компонентов ансис кроме того все фичи которые поддерживает транслятор ансис а именно записи с фимапа а также чтение из входного файла ансис в фимап теперь поддерживается корректно продолжая этот раздел у поддержки разных решателей давайте поговорим о дополнениях к лс-дайне и связанному с ним функционалу версии 20 20.1 так же как и для ансиса в лс-дайну был добавлен функционал записи части модели версии 20.2 для лс-дайна появились несколько опций в разделе модул контрол в углу окна лс-дайна модул общинс добавлены команды пропуска нескольких типов объектов свойств или записи точно так же как это было сделано для сиса так же была добавлена команда пропуска group skip groups который позволяет пользователю пропустить запись звездочка set нижнее подчеркнение во время экспорта можно также пропускать функции то есть строчки начинающие со звездочки и слово define curve а также комментарии начинающиеся со знака доллара или слова keyword или со слова title и прочее добавлена опция для наблюдения за процессом решения просмотра файлов решения и настраивая импорта результатов в диалоговое окно лс-дайна analysis monitor начиная с версии 20 20.1 добавлена поддержка оболоченных элементов переменной толщины в лс-дайна строчки касающиеся элементов переменной толщины оболочечных начинают с вот этого заголовка звездочек элемент shell thickness чтобы завершить с решателями давайте поговорим об абакусе здесь имеется усовершенствование импорта моделей и экспорта моделей версии 20 20.1 импорт модели больше не поддерживает импорт поле фиксированного формата с другой стороны добавлен импорт типов элементов connector section бушинг и бим бушинги импортируются как элементы сибуш с соответствующими свойствами палочные элементы бим импортируются как элементы сибуш с очень большими жесткостями по всем направлениями период также возможно импортировать и сохранять название контактных пар взаимодействующих поверхностей surface interaction names а также surface definition names также добавлена поддержка импорта делоуд и TR-VEC для того чтобы создавать направленное давление а также добавлена поддержка импорта вне осевых значений лотационной инерции для массовых элементов что касается экспорта из абакуса экспорт простите в абакус экспорт из абакуса экспорт делоуд и TR-VEC из PEMAP это снова сосредоточенная нагрузка или направленное давление максимальный номер идентификатора теперь может содержать 9 цифр если больше 9 то пользователь получит сообщение об ошибке если не указаны имя контактной поверхности то теперь название будут содержать цифру начиная с 10 а не букву как было раньше то есть поверхность region 11 будет названа CS 11 а не CSB и теперь можно использовать заголовки connection entities connection entity titles как имена в абакусе касательно нагружения и закрепления для абакуса была добавлена опция reserve load bc sets если этот параметр установлен выполняется импорт гранических условий нагрузок из абакуса в FEMAP также добавлена возможность записи всех поддерживаемых нагрузок и типов ограничений содержащихся в наборах set определение нагрузок и типов ограничений входного файла абакуса если активирована опция write all groups assets давайте теперь поговорим об улучшениях производительности состоянию на момент выхода версии 20 20.2 первое что стоит отметить это ускорение работы команды connect automatic command соединение автоматически она теперь работает от 3 до 5 раз быстрее в моделях с большим количеством соединений чем раньше очень большой прогресс достигнут в скорости выполнение команд копирования вращения и отображения для геометрии и сеток а также команды перемещения ускорены фазы перерисовки самый большой результат достигнут при копировании частей большой модели это происходит теперь в 40 раз быстрее чем раньше кроме того операции основаны на линии кривых стали быстрее и точнее сюда относятся изменения размера конечной элементной сетки координатные методы такие как вдоль кривой длина длина вдоль средняя точка за счет того что теперь данное вычисление проводится на основе кода parasolid скорость в случае больших моделей увеличилась в 20 раза отдельная тема это команды которые могут первым во время выполнения то есть абордит таким командам относится большая часть команд проверки и вывода причиной почему команды абортирования выполнялись так долго было то что программа постоянно слушала когда произойдет вызов команды аборт там был цикл такой прослушки который отбирал очень много ресурсов мы сейчас ограничили количество вызовов и поэтому операция теперь прерывание происходит от двух до ста раз быстрее по сравнению с тем как она сколько она занимала ранее наибольшее ускорение мы получили для команд для команды tools check tools check и tools mass properties процессы вывода были также существенно ускорены особенно это касается операции охвата и rss ускорение здесь составил около 30 процентов чтение моделей на стран также было весьма значительно ускорено а именно в два раза при импорте больших входных файлов также в два-три раза был ускорен процесс чтения результатов из нержатых RST файлов ANSYS создание объектов уже существующих моделей в будущих версиях и map могло быть достаточно медленным делом для того чтобы ускорить процесс создания объекта особенно в режиме performance graphics PG мы минимизировали процедуру оценки свободной поверхности а также ускорили обновление графики теперь система перерисовывает графику мелкими частями только там где это требуется то есть в областях где создаются новые объекты остальные части не перерисовываются то есть если вы создаете жесткий элемент положен в этой модели с тремя десятками миллиона десяти узловых тетраэдрических элементов то в версии 2020.1 этот процесс займет 29 секунд в версии 2020.2 всего три десятых секунды то есть все произойдет в 95 раз быстрее абсолютно потрясающее ускорение копирование объекта в больших моделях тоже ускорено пусть не в такой степени как создание объектов но вы это ускорение все равно заметите были добавлены также несколько настроек во флату графика диалогового окна настройки которая также увеличит производительность особенно касательно графики была также добавлена опция control g group evaluate обновление группы каждый раз когда вызывается команда группы evaluate окно будет всегда перерисовываться после того как выполнена команды evaluate команда оценки это полезно когда происходит создание объекта в группах которые отображаются на экране также добавлена опция отключить переживание disable abort во вкладке графика диалогового окна настройки это сделано для ускорения программа совсем перестает следить за вызовами команды abort как я уже сказал выяснилось что программа значительно тормозила из-за выполнения цикла с помощью которого она слушала появление вызова команды прерывания если выбрать вариант best possible для graphics options то становятся доступными в параметре max VBO в мегабайтах и минимум VBO VBO это Vertex Buffer Objects технологика которая позволяет хранить координаты вершин совместно с их атрибутами в виде памяти это также может помочь ускорить графическую производительность последний пункт на этом слайде не касается настроек это просто констатация факта улучшения производительности создания эскизов для больших моделей 30 до 10 секунд это проверялось в проводнике надо сказать что в отладочном пакете первом для версии 2020.2 реализовано улучшение производительности которые пожалуй имеют больше шансов быть замечены чем например устранение программных ошибок так для команды Model Load Expand существенно улучшена производительность операции предложения нагрузок на геометрию больших моделей особенно если по версии модели разбиты на объемные конечные элементы улучшена производительность практически любой команды которая связана с записью входного файла это команды Tools Check Sub Forces Module Analysis а также команда предпросмотра Review по просьбе заказчика мы значительно переработали команду Tools Check Coincident Points и теперь скорость соведения точек значительно увеличена так например модель содержащая более 200 тысяч точек кривых а также более 320 тысяч кривых которая ранее объединялась за 16 минут теперь объединяется приблизительно 24 секунды то есть 240 раз быстрее в больших моделях существенно увеличена производительность перехода по узловых к по элементным результатам таким образом улучшается контурный и кратериальный вывод результатов особенно если тип этого вывода контур кратери плотц отличается от типа вывода который в данный момент отображается на экране кроме того улучшена операция конвертирования при выполнении команды модуль Outward Process для линеризации напряжений сейчас используется более продвинутый алгоритм определенные элементы на линии классификации напряжений и это весьма показательно поскольку функционал линеризации напряжений появился только в версии 2020.2 вы видите что уже в первом откладочном пакете к этой версии мы улучшили данный алгоритм и вот наконец у нас остался разделы разные в чем здесь можно упомянуть во-первых стоит упомянуть панель API программирования добавлено автовуполнение избранного при вызове метода содержащего аргументы выбранные из нескольких доступных параметров параметры эти традиционно отображаются в раскрывающемся списке по мере ввода теперь когда вы выберете опцию в первый раз она переместится в верхнюю часть списка и будет показана со звездочкой указывающей что она является избранным когда вы перейдете к другому аргументу того же типа ваши избранные будет легче найти в верхней части списка для поиска не придется просматривать весь список избранные сохраняются в течение сеанса но на следующий сеанс они переходят добавлена подсветка символов когда вы нажимаете на параметр методы другой символ в скрипте поиски интерфейс выделяет все вхождения этого элемента во всем скрипте что позволяет легко увидеть где еще на него есть ссылки кроме того в правой верхней части окна появится вторая полоса прокрутки она может быть использована для перехода к следующему или предыдущему появлению элемента в скрипте существенным изменением является и то что теперь при откладке вкладкой по умолчанию открывается окно watch это очень удобно поскольку именно окно watch используют люди когда проводят отладку когда мы обсуждали постпроцессор мы упоминали что версии 2020.1 появились новые диапазоны ID для входных векторов для вывода элементов и конечно это отразилось на API преобразование идентификаторов выходных векторов в моделях хранящихся более старых версиях Freemap теперь автоматически будут преобразовываться при открытии файла модели и импорте в версию 2020.1 старше существующие методы API будут продолжать работать с выходными векторами идентификаторами ранних версий но должны быть обновлены как можно скорее новые методы и свойства API которые называются V2 также были добавлены для работы с новыми идентификаторами выходных векторов кроме того вызовы API были добавлены для преобразования старых векторных идентификаторов в новые и наоборот кроме того были добавлены вызовы API для определения выходных данных по величинам таким как например максимальное напряжение по критерию Мизеса то исключить необходимость знать конкретные ID вектора таким образом не придется переделывать API если вдруг в будущем вновь произойдет изменение ID векторов для IP разработчиков можно сказать что да конечно номера идентификаторов изменились но старый API будет работать нормально когда в них есть ссылки например на какой-то конкретный номер из файла результатов анализа поскольку этому номеру будет автоматически присвоен новый идентификатор но нужно идти вперед и не использовать идентификаторы совсем вместо того надо использовать функции поиска объекта EFI Results ID Query вот таким образом кроме того способов получения идентификатора вектора два первое это использование Results ID Query Object а второе это одновременно инлайн использование с EFI Results Object или браузерным объектом Results Results Brausing Object Кроме того всегда есть некоторые способы проверить старый код старая команда FE Output таким образом будет выдавать предупреждение во время выполнения если вы запустили скрипт кроме того если щелкнуть правой кнопкой мыши по окну API программы Windows и выбрать сканирование на устаревший код на ошибки кода то отобразятся все вызовы которые ошибочно или устарели еще одно замечание если вы создаете свой собственный выходной файл вы абсолютно 100% должны использовать Results Browsing Object объекты просмотра результатов RBO это как динамическая таблица вы заполняете столбцы существующими значениями с FEMAP после этого вы создаете собственные столбцы и заполняете их своими вычислениями новые колонки можно сохранить FEMAP как выходные данные с FEMAP то есть мы берем колонку из RBO и программа автоматически генерирует полностью заполненный fully populated выходной вектор FEMAP теперь две последние два последних момента о которых стоит поговорить первый момент такой API разработчики теперь могут управлять несколькими сеансами FEMAP одновременно это начиная с версии 2020.2 к этому числу относятся и разработчики Excel VBA совместимость полная но только с версиями начиная с 2020.2 появились два новых вызова первый FEMAP runny application info а второй FEMAP get runny application и эти два вызова можно использовать для определения той версии к которой вы хотите обращаться с помощью команды API для определения версии которая работает на клеерском компьютере и самое последнее это новые инструменты добавлены команды объединения merge tool object схожие с существующими copy tool и move tool но содержащие возможности команды файл merge добавлены возможность выбора из моделей по названию from model также добавлены методы переключения между индивидуальными групповыми объектами также добавлены метод для added related объектов с опцией add associated уникальный метод для каждого варианта ориентации и преобразования свойства для указания параметров методы создания шаблонов patterns для объединения объектов без применения поиска интерфейса только средствами API пожалуй и все теперь время для вопросов и ответов спасибо за то что вы выделили время добрый день коллеги никита колотилов компания сейчас у нас начинается сессия ответов на вопросы предлагаю начать с вопросов которые были заданы слушателями в чат первый вопрос Энди скажи пожалуйста планируется ли поддержка рождения смерти элементов в многошаговых решателях 401 и 402 андий андий первая вопрос из нашей зрелищики и это вы планируете поддержку смерти и смерти в основе 401 и 402 андий 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 Дело в том, что эта возможность должна быть реализована на уровне решателя, поэтому я перешлю вопрос разработчикам Настрана, это их задача. Спасибо, Энди, следующий вопрос от Виталия, какие новые инструменты автоматического создания ГЕКС-сетки внедрены в FEMAP 2020 и какие нововведения планируются в новых релизах. Виталий спросит тебя, Энди, какие новые инструменты для автоматической создания ГЕКС-элементов уже выполнены в FEMAP 2020, и какие инструменты ты планируешь для дальнейших релизов? Мы не добавляем много, чем ХЕКС-мешинг в 2020.1 или 2020.2, но мы добавляем получить дополнительную систему полной экспедиции Ну, что касается поддержки Гекс-элементов в версиях вимапа года 2020, там нет никаких особых новинок, но я могу отметить, что мы полностью обновили процедуру флекс-смешинга, которая сейчас доступна из стулбокса, и там полная поддержка Гекс-элементов. Это отличные новости. Следующий вопрос от Анастасии. Какие реальные мультифизичные задачи приходилось решать среди пользователей вимап, по миру, за рубежом? Интересные кейсы применения новых мультишаговых решателей. Анастасия, я спрашиваю, что мультифизичные задачи вы успешно совершили в вашем время вимапе? И также, может, вы можете подумать, как вы используете мультифизичные мультифизы? Мы добавили поддержку многошаговых решателей, начиная с двенадцатой версии. Это был первый выпуск, который поддерживал 401-402 решения на страны. Принцип с двенадцатой версии. Андрей, я не понимаю, что вы не слышу, но я не слышу. Мультифизичные задачи, мы продолжим кладем поддерживать поддержку. У меня в минуле κά badly, потому что это связано с тренадцатой составляет. So, you said that the support of 401 and 402 was introduced in version 12, and I haven't heard anything else. Oh, okay. So, then we added additional support for other functionality in solution 401 and 402 in each of the last three versions. So, in 2019.1, 2020.1. And then the support of these developers was quite actively growing. That is, we added something to each of the three other versions. 19, 1, 21, 22. We got pretty good support for it. We have pretty good support for it at this time. I've missed another sentence, unfortunately. So, at this point, we support most of what anyone should need to be able to properly use solution 401 and 402. On today's day, we can say, that we have all the necessary support for решers 401 and 402 for the majority of users. So, all the most important needs are closed. Thank you. Thank you. Thank you, Andy. And now we have a few questions, which the listeners asked for registration. One of the questions is about the previous question. about the development of new multi-chegg engineers, we would like to see more of a detailed risk for the last couple of examples, that could show the possibilities of the smart engineers. Are we planning on working at this level? Andy, many users of FMAP point to the fact that it would be very desirable to see more examples on how to use solvers and how to make use of this support to solvers that Fieldmap is providing. Can we expect some examples? Yes, I think for 2020.1, we changed our advanced nonlinear examples to be solution 401 and 402 examples, and I'll stop. In support of the version 2020.1, we changed the examples of nonlinear analysis for the use of 401 and 402 examples. That is, the examples that were before we changed the examples of the use of these examples. And we also helped create a full solution 401 and 402 training class with one of our partners in the US. So there's going to be more examples from there as well. CBRENDI, this is a very good use, Andy. So we have to get some partners to use 401 and 402. And I think that it is a very good use, Andy. It's very good use, Andy. I'm going to ask you more about the use of 401 and 402 решателей. I think this is a very good use for example, Andy. Многопоточности. Мы знаем, что в последней версии FEMAP был реализован в режиме бета-тестирования режим многопоточности. То есть до предыдущих версий FEMAP работал на одном ядре. Сейчас планируется использовать многопоточность при постобработке моделей. Какой прирост производительности ожидается в дальнейшем и насколько стоит ожидать увеличения производительности в этом направлении? И в последней версии 2020.2 версии поддерживает многопоточность. В этом году мы использовали несколько целей, а теперь мы использовали все цели, которые мы используем. То есть, что вы ожидаете эффективность эффективности до многопоточности? И что будет эффективность в последние годы? Мы, в самом деле, только выполнили мульти-пределение в один маленький кусок кода, чтобы попробовать улучшить эффективность. Но теперь, когда мы это имеем в виду, мы будем пытаться использовать это в больше и больше местах. Хорошо, пойдем. На самом деле, это не совсем бета. Мы пока реализовали многопоточность только в составе маленького кусочка кода для одной функции. То есть, у нас стартовая площадка и тестовая площадка одновременно. Естественно, мы будем внедрять ее в дальнейшем. Ну и посмотрим, чем это закончится. Какое время придется имплементное поддержание для мульти-пределения с FEMAP? О, это может дать несколько лет. Потому что это нужно работать через каждую часть кода. На самом деле, это огромная работа, поэтому я думаю, что полная поддержка многопоточности произойдет только через несколько лет в FEMAP. Поскольку это нужно переписывать код практически для каждого модуля. И некоторые процессы приводятся к идее для мульти-пределения. Например, месшить мульти-пределения, где можно месшить каждую поверхность с другим процессором. Поэтому это, наверное, где мы начнем. Естественно, некоторые вещи, как, например, построение сетки, прямо напрашиваются на реализацию многопоточных алгоритмов, поскольку ее можно по частям рассчитывать. Поэтому, наверное, это то, с чего мы начнем. И все преимущества, которые мы видели в 2020.2, вообще не было вообще... Немного из тех, которые мы уже говорили сегодня, не было ничего с нашей первой имплементацией мульти-пределения. Они были все результаты различных вещей, не мульти-пределения. Вообще говоря, у нас большой простор для деятельности по усовершенствованию ФИМАПа. Поэтому все новинки, на самом деле, которые здесь упоминались, которые привели к огромному росту производительности, никакого отношения к многопоточности не имеют. То есть они произошли благодаря другим усовершенствованиям и основанным на других технологиях. На этом пока вопросы закончились у нас. Я предлагаю перейти к перерыву, кофебрейку, переварить и подумать о новыми вопросами. Пишите в чат. И к вопросам. Может быть, там будут какие-то другие вопросы, и мы их слышим позже через чат на ютубе. Окей. И это все. Три часа. Продолжаем. Три часа. Продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok который можно сформулировать так что в сечениях достаточно удаленных от мест приложения нагрузки напряжение деформации мало зависит от способа реализации этой нагрузки Я бы эту фразу в конечном элементном моделировании интерпретировал так что мы можем любую большую конструкцию разбить на отдельные фрагменты отдельные части этой конструкции при этом соблюдать условия равенства перемещения силовых факторов по границам разбиения для того чтобы поведение отдельных частей конструкции соответствовало поведению этой конструкции в целом такой принцип используется в авиастроении потому что имеет ряд преимуществ самолет сложная техническая система большая состоит из большого количества составных частей поэтому выгодно такие изделия проектировать распределяя задачи по исполнителям и соисполнителям выгодно делать конечные элементные модели небольшие отдельных частей или большие, но относительно грубые вот опять же экономия вычислительные ресурсы своей компании опять же применяя такой принцип делать модели различной степени детализации и делать модели заточенные под конкретные решения линейные или нелинейные либо аэродинамические и так далее но для того чтобы с нами продолжить беседу немножко посвячу в те термины которые мы используем у себя в работе есть относительно современный ГОСТ по этому современному ГОСТу есть определение конечной элементной модели совокупность элементов достаточно простой геометрической формы которые разбивается конструкция и для нее численно моделируется НДС вот так же у нас есть сугубо внутренние понятия это глобально конечная элементная модель когда называется нагрузочный то есть это КЭМ конечная элементная модель изделия в целом так же есть понятие локально конечная элементная модель то есть модель отдельной части отдельного крупного узла или даже детали исследуемого изделия вот и понятие глобально локального анализа то есть процесс моделирования и рассмотрения отдельных частей конструкции при котором сохраняется условие равенства силовых факторов и перемещений на границах зон моделирования которые соответствуют поведению этой части конструкции в составе общего изделия но вот здесь я хочу вам показать какие уровни градации в принципе могут быть при глобально локальном анализе существует исходная нагрузочная модель на этапе начального проектирования вот она как правило довольно грубые из крупных элементов состоит из элементов более простой формы геометрической используется на первых этапах проектирования следующий уровень это нагрузочная модель для поверочных расчетов подробная больше соответствует уже рабочему проекту и ниже следует различные уровни локальных моделей то есть переход от глобальной к локальной модели есть локальная модель которая встраивается в глобальную модель вот это позволяет составе глобальной модели рассмотреть какую-то зону например замельчив сетку или уточнив исследуемые детали в исследуемой зоне и считать все совместно есть уровень локальные модели когда мы изолировано считаем какой-то отсек самолета или допустим отъемную часть крыла вот так же используя более точное моделирование приближенной геометрии более сложные элементы вот следующий уровень это уже когда мы пытаемся исследовать зону какой-то детали расположение этой детали в изделии мы вырезаем фрагмент окружающий эту деталь также переносим по границам граничные условия и работаем с зоной где эта деталь расположена после чего от нее переходим уже к детальным кэм то есть самый нижний уровень это локально конечная элементная модель детали которая может быть построена элементами объемными может быть состоять из огромного количества этих элементов но при этом считаться изолирован от всей конструкции работая на те нагрузки которые определены на исходной глобальной модели вот в частности для расчета усталостной долговечности важно качество сетки при использовании в методиках результатов лк моделирования поэтому конечно размеры элементов должны как-то быть соизмеримо с размером крепежных элементов и сетка соответственно должна быть довольно подробно вот значит какие основные принципы и алгоритм глобально-локального анализа на первом этапе в большой глобальной модели мы определяем границы зоны моделирования вот группируем узлы на границы зоны моделирования вот дальше осуществляем в созданную локальную конечную элементной модели интеграцию этих узлов для того чтобы по ним дальнейшем перенести граничные условия вот приобрет преобразуем результаты расчетов которые получены глобальной модели нагрузочные наборы и граничные условия для локальной модели. Обязательно, если вы моделируете зону, на которую действуют какие-то собственные внутренние нагрузки, мы тоже их учитываем и загружаем этими нагрузками конструкцию, иначе мы не получим соответствия тому, как работает эта зона в глобальной модели и тому, как она будет считаться изолирована. Для этого существует три способа переноса граничных условий. Перенос перемещений, который, если вы пользуетесь припоспроцессором FIMAP, достаточно знать, как работать с результатами. Позволяет в локальной модели сохранить те же уровни перемещений, что и в глобальной модели. Очень удобно применять и для, например, части самолета, как крыло, где довольно существенные перемещения. Однако есть недостаток, связанный с тем, что если мы очень сильно меняем как-то деталировку в зоне моделирования, то вот эти принудительные перемещения и совершенно другие характеристики жесткости внутри нашей локальной модели могут создать несоответствующую картину НДС. В таком случае можно использовать способ переноса нагрузок по границам локальной зоны, зоны моделирования. Он позволяет перенести силовые факторы на границы. Однако, работая FIMAP, обзнать инструменты FreeBody и при работах, при расчетах такой конструкции на стран без закреплений требуется ее уравновешивание функции Unreal. При этом сохраняется баланс сил и моментов по границам зоны моделирования. И третий способ, который преимущественно обладает первыми двумя способов, это комбинированный способ, когда мы можем перенести и нагрузки и перемещения в виде граничных условий. Тем самым в какой-то зоне нашей локальной модели, где мы не проводим существенных изменений, нагрузить перемещениями, дабы сохранить преемственность глобальной модели, а в какой-то зоне нагрузить силами, потому что там мы существенно меняем детали или какую-то область. Вот. Собственно, сегодня речь пойдет о примере работы, живой работы по глобально-локальному анализу. Перед вами видна глобальная модель отъемной части крыла, выделена зона в месте установки кронштейна навески закрылка. Вот. Для этой зоны ведется исследование НДС для расчета усталостной долговечности. Конкретно интересует нас кронштейн. И, как мы видим на слайде, частично вокруг этого кронштейна сформированы фрагменты нервюр и нижней панели. Вот. Это нужно для того, чтобы соблюсти принцип Сен-Винана, и наши граничные условия не влияли на исследуемую зону, на нашей локальной модели. Для этой задачи подготовлена локальная модель этой зоны с подробной сеткой и подобной деталировкой. Я предлагаю вам сейчас перейти к этапу просмотра демонстрации процесса глобально-локального анализа на примере двух этих моделей, локальный и глобальный. Я сейчас переключусь в окно припост процессора FIMAP. Здесь мы видим вот эту модель глобальную. В ней создана группа с исследуемой зоной. Вот она. И второй файл — это локальный, конечный элемент этой же зоны. В соответствии с вышесказанным будем проходить постепенно по этапам. Значит, первый этап — это перенос узлов из глобальной модели в локальную. Для этого с помощью меню File Merge мы из глобальной модели перенесем узлы, которые у меня, естественно, и вам советую быть аккуратным при работе с моделями, группировать все, разделять по деталям, по зонам, по областям в специальной группе. Сейчас я делаю этот процесс. Видим, что у меня будет перенесено 74 узла, 2 будет перезаписано. Перезаписано — скажу почему. Жму ОК. И вот мы видим на модели сейчас красные эти точки — это узлы ГКМ, которые только что были перенесены в локальную модель. Если мы перевернем и посмотрим на кронштейн, то мы увидим в этом месте балочный элемент, моделирующий ось, связывающий проушина кронштейна. Есть два узла, которые были перенесены из глобальной модели, но они были непосредственно интегрированы в сетку локальной модели в качестве узлов, которые будут передавать нагрузку на вот этот вот модель оси в виде балочного элемента. Остальные узлы пока находятся в свободном полете и не связаны с нашей моделью. Следующий этап — нужно интегрировать эти узлы, связать их с помощью RBA2 элементов с сеткой нашей локальной модели. Для этого мы используем инструмент Mesh Connect Rigid. Вот. Опять же, в примере у меня все узлы сгруппированы. Значит, узлы, которые я перенес из глобальной модели, FEMAP автоматически для них создал группу — Merge from GFM. Выбираем эти узлы в качестве источника. Вот. Не забываем тот факт, что два узла у меня переносятся на проушины и эти два узла мы сейчас должны с вами убрать. Так. Сейчас у меня тут небольшая заминка с точки зрения выбора. Перевязка у меня идет к… А, в рабочей группе, скорее всего. Show for module. Вот. Мы можем выбрать Merge from. Так. Выбрали узлы, да? Вот эти два нам не нужны. Мы их выкидываем. Еще раз подсвечиваем. Убеждаемся, что только узлы по границе локальной зоны будут сейчас связаны RBE элементами. Выбираем элемент RBE2. Устанавливаем все степени свободы. Также нам предлагается в автоматическом или вручном режиме выбрать узлы, с которыми будут связаны внешние узлы глобальной модели. Эти узлы по контуру моей модели также перенесены в группу. Сейчас я продемонстрирую. Вот они вот так расположены. И, естественно, все это подготовлено заранее. Вот эта группировка сделана. И вас также призываю быть аккуратными. Делать, группировать. FIMAP тем более позволяет очень хорошо группировать, сортировать все свои объекты, конечно, элементной модели. Для того, чтобы у вас был порядок, вы могли в ней всегда разобраться. Вот. Не нужно никаких поисков дистанции. Мы конкретное количество узлов будем в автоматическом режиме связывать с конкретным количеством других узлов. Жмем ОК. И видим, что сейчас у нас создалось n-ное количество RBE элементов, которые связывают сетку LKM с внешними узлами GKM. Следующий этап. Перенос граничных условий и создание нагрузочных наборов. У меня в глобальной модели в качестве примера существует один расчетный случай. Flaps 0. Положение закрылков 0. Значит, для него буду демонстрировать вам метод переноса, который состоит в переносе и перемещений, и силовых факторов. Для того, чтобы перенести силовые факторы, нам нужно создать FreeBody в глобальной модели. Для этого мы создаем новый FreeBody. Обзываем его Force. Это интерфейсная нагрузка. Нас интересуют силы и моменты, которые будут приходить на эту ось проушения. Жмем ОК. Необходимо выбрать балочные элементы, которые моделируют ось в глобальной модели. И узлы. Предлагает суммарную силу вывести, нам необходимости нет. Вот мы видим, два вектора появилось. Возвращаемся в локальную модель с помощью инструмента Model Load From FreeBody в режиме Multimodel из глобальной модели. Переносим только что созданный наш набор отображаемых нагрузок. Несмотря на то, что у нас отсутствуют моменты, если у вас они присутствуют, мы переносим и то, и то. Если их нет, они просто не перенесутся. Опять же, похожее окно вылезает, как нам перенести. В нашем случае эти узлы интегрированы, поэтому мы переносим один к одному. Вот. FIMAP автоматически создает в дереве модели нагрузочный набор. Мы можем видеть, что значение результатов расчетов на глобальной модели, показанных через FreeBody, и нагрузочного набора в локальной модели, совпадает. Следующий этап – перенос в локальную модель перемещений. Для этого мы используем инструмент Model Load Map From Model. Опять же, глобальная модель. Опять же, использую группу узлов, которые находятся по границе. Однако есть небольшая ремарка. Я буду использовать перенос Data Surface. Data Surface использует интерполяцию результатов, поэтому необходимо в группу с узлами внести окружающие эти узлы элементы, для того, чтобы припост процессор смог интерполировать результаты перемещений и записать их в качестве полей для этих узлов. Выбираем расчетный случай, выбираем перемещение. Еще, для удобства, я добавляю этим Data Surface такие названия. Внизу мы видим, пробежал ряд замечаний, связанных с тем, что окружают вот эти внешние узлы не только элементы 2D, но и элементы 1D. Data Table в настоящее время с 1D не умеет интерполировать, однако на результаты это не повлияет, потому что присутствуют 2D элементы, с которых можно эти результаты снять. Повторяем эту операцию только для вращательных степеней свободы. Также добавляю название, копируем имя расчетного случая. Мы видим, что у нас образовалось 2 поля данных, которые по узлам записаны, перемещение из результатов расчета глобальной модели. Создаем для них нагрузочный набор. Создаем нагрузочный набор. Опять же, пользуюсь группой узлов. Не забываем, что 2 узла у нас нагружены силами, и там нет необходимости задавать перемещение. Исключаем их. Задаем перемещение в виде вектора. Обязательно коэффициент нагрузки указываем. И также для понимания удобства структуры модели копируем название. Повторяем эту команду. Повторяем эту команду для того, чтобы перенести в виде нагрузочного набора вращательные степени свободы из соответствующего DataSurface. Итак, для нашей локальной модели мы создали 2 нагрузочных набора в виде сил и в виде перемещений. Осталось убедиться, что перемещения у нас правильно перенеслись в узлы. Для этого в режиме Contour Arrow в глобальной модели мы и в локальной модели пробегаемся, смотрим одни и те же места зоны моделирования и сверяем, что действительно у нас все перенеслось так, как есть. Это вектор угловых перемещений, это вектор линейных перемещений. И мы можем видеть, что значения по границам, по узлам полностью соответствуют. Отлично. Создаем комбинированный нагрузочный набор. У нас новый интерфейс. Create Combined Sets. Новый нагрузочный набор. Попробую вот так. В двадцатом филатном еще не работал. Телец. 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 Отлично. Спасибо. в виде data table здесь у меня образовался, значит нам нужно небольшая заминка вот странно вот combination немножко интерфейс когда меняется сложно сразу сообразить как что работает создаем вот у нас появилась комбинация двух наших нагрузочных наборов создаем анализ обычный статический качестве нагрузочного набора мы используем нашу комбинацию забыл указать что те узлы которые нагружены перемещениями необходимо закрепить для этого создаем набор закреплений так закрепляем те узлы на которых приложены перемещения опять же исключаем два узла на которых приложены силовые факты раз два фиксы таки constrain у нас появился все возвращаемся в анализ и и проводим расчет добавляя закрепление модель небольшая как и говорил одно из преимуществ то что мы можем быстро посчитать небольшой модель с хорошим качеством сетки у нас появился результат расчетом переходим к этапу проверки соответствия глобальной и локальной модели удобно это делать различными визуальными способами так как вы привыкли например контурной заливкой вот это глобальная модель покажу узлы покажу закрепление нагрузки в качестве контур тоже выбираю total translation вот для того чтобы правильные результаты интерпретировать конечно надо одинаковые сделать шкалы вот и мы видим что перемещение глобальной и локальной модели у нас полностью совпадают также проверяем картину ндс в расчетной зоне например выводя плейт вот мизи стресс для глобальной и для локальной модели как видим немножко картина разная сразу спрашивается почему надо не забывать что шкала у нас динамически они автоматически меняются поэтому для локальной модели мы устанавливаем уровне напряжения такие же как и глобальной модели для того чтобы исключить градацию с учетом краевых эффектов те краевые эффекты которые возникают на границе нашей зоны моделирования в рбе элементов переноси нагрузок через них опять же залью шкалу в едином стиле чтобы вам было наглядно видно пожалуйста как мы видим картина ндс рассматриваем зоне также совпадает различные способы FIMAP предлагает по контролю и отслеживанию вот таких глобально локальных моделей проверки соответствия нагружения локальной зоны поведению этой зоны в составе глобальной модели вот на этом я думаю демонстрацию мы закончим вернемся к заключающим слайдам и к финальным словам так стартанем с вот этого слайда попробуем да я думаю что полностью слайд виден на экране вот значит какие задачи когда мы провели глобально локальный анализ создали модели обязательно должны мы эти модели проверить прежде чем результаты куда-то выдавать или работать с ними в общем для этого есть несколько советов установить одинаковые ракурсы в одинаковом направлении систем координат смотреть вот устанавливать одинаковые шкалы особенно в тех вещах где это критично то есть напряжение естественно будут могут быть скачки напряжения по границам зоны моделирования шкалы нужно вручную всегда регулировать чтобы добиться одинаковые картины картины ндс в вашей исследуемой зоне и границы зоны моделирования никак не влияли на отображаемый результат то есть это все настройка представления результатов для контроля и визуальной оценки вашей модели вот смотреть надо одинаковые вводимые вектора то есть сравнивать там топ-бот и там и там а не топ с ботом и так далее вот опять же FIMAP позволяет все это контролировать вводя в виде табличных данных например узловые перемещения напряжение по элементам где вы также можете в табличном виде даже выведя в какой-то офисный пакет проверить в соответствующих зонах вашу картину напряженно-деформированного состояния или перемещений и правильно ли она соответствует глобальной модели вот естественно этот пример показал что FIMAP как при постпроцессор позволяет довольно быстро проводить глобально-локальный анализ если ваша модель качественно подготовлена вот какие мы видели преимущества это меню File Merge то есть объединение данных и двух различных моделей перенос данных между собой вот использование инструмента FreeBuddy использование инструмента Map Output From Model то есть работа с результатами модели из другой модели различные способы визуального контроля модели скрыть, показать, отобразить, группировать и так далее вот и возможности по отображению результатов расчетов и выводу их в том числе в виде табличных данных других инструментов вот также хочу сказать что FIMAP позволяет работать с пользовательскими подпрограммами вот на данном примере это не было видно но допустим если у вас 10-20 расчетных случаев и вам нужно провести локальный анализ для них вы будете выполнять ряд монотонных операций по переносу вот этих наборов нагрузок наборов закреплений вот что не очень удобно эту работу всегда хочется автоматизировать потому что нужно снизить риск ошибки и рабочее время сократить на нудные операции специалиста и от центра технических проектов мы тоже в этом направлении двигаемся потому что это важно для нас чтобы рутинная работа выполнялась автоматически и FIMAP как припостпроцессор с возможностями пользовательских подпрограмм позволяет это делать эффективно на этом я хочу с вами попрощаться надеюсь увидеть вас в следующем году вживую на полноценной конференции Siemens спасибо за внимание всего доброго спасибо, Алексей следующий докладчик Никита Дормидонтов из научно-производственного объединения Энергомаш его доклад называется опыт использования FIMAP с NX на стран при проектировании жидкостных ракетных двигателей пожалуйста, Никита Рад приветствовать всех участников FIMAP симпозиума сегодня я хочу вам рассказать об опыте использования FIMAP с NX на странно в НПО Энергомаш FIMAP в Энергомаше используется уже с 1996 года и практически за четверть века накоплен огромный опыт использования FIMAP и НОСТРАННО с помощью FIMAP решаются различные задачи прочности динамики для всех уже созданных и вновь проектированных ракетных двигателей сегодня я бы хотел показать часть моделей которые которые были созданы за этот большой период начать бы хотел совсем известного двигателя RD-1708 используемого для первой и второй ступени ракеты носителя Союз при проектировании этого двигателя конечно ни о каком КАЕ анализе речи не шло конечный элемент однако двигатель надежный используется до сих пор и он модернизируется здесь показаны собственные формы колебания этого двигателя вместе с рамой далее представлена конечный элементная модель двигателя RD-170 используемого на первой ступени ракеты носителей Зенит эта модель представляет из себя раму траверсы Траверсы используются для передачи нагрузки от камеры на раму и далее уже на саму ракету-носитель ну как вы видите рама здесь представлена оболочными элементами и оболочечными элементами показаны газоводы тут задача решалась именно для траверс и проставок рама и газоводы здесь для только для жидкостных характеристик так здесь показаны модели для двигателя RD-180 используемого для американской ракеты-носителя Atlas 5 в середине здесь показана показана решетка газогенератора задача была очень интересна тем что после испытаний вот в местах в самых напряженных местах были трещины было непонятно от чего они берутся но конечный элементный анализ показал что именно температурное температурное поле очень сильно влияет на его напряженное состояние справа здесь показана опять же большая комплексная модель здесь показан газовод траверсы и рамы здесь уже довольно подробная модель кроме торбонасосного агрегата и подводов к ним тут уже решается комплексная причностная задача с учетом рамы газовода и траверсы проставок так здесь модели для двигателя RD191 он используется для первой и второй ступени ракеты-носителя ангара по центру изображены модели вилки узла качания и очень интересная задача для сильфона а сильфон представляет из себя четырехслойную оболочку подкрепленную кольцами здесь решалась сложная задача изгиба с учетом контакта между слоями и подкрепляющими кольцами справа показана комплексная модель уже тут часть ракеты-носителя показана и большая модель для rd-191 так ну сейчас хочу рассказать вам о задаче конкретной которую мы решили в энергомэше с помощью фимап тут на слайде представлена стенд испытательного комплекса npo энергомэш создание этих стендов было начато еще в 1947 году в связи с новыми задачами ОКБ в области создания и доводки мощных ракетных двигателей стенды эти предназначены для проведения огневых испытаний жрд большой мощности на компонентах керосин и жидкий кислород в условиях приближенных к эксплуатационным с имитацией натурных условий и соблюдением экологических требований на этих стендах прошли отработку более 30 типов двигателей двигательных установок в том числе и те о которых я выше говорил эти стенды обеспечивают многоразовые испытания без снятия двигателей со стенда так здесь показаны двигатель rd191 уже установлены на сам стенд двигателя для проведения стендовых огневых испытаний устанавливать на подвижную часть силы измерительного устройства это вот эта часть крепят к стендовой силовой раме затем соединяется стендовыми магистралями подвода окислителя и горючего сам само сила измерительного устройства размещается в цилиндрической бронекамере с наклоном по отношению горизонт в 16 градусов здесь бронекамера задвинута уже во время испытания она опускается собственно какая проблема была при доводке двигателя рд 191 при огневых испытаниях отмечали случаи аварийного отключения по датчику осевых перемещений вала турбонасосного агрегата по одной из версий причин этого могли стать деформации корпуса тона вызванные нагрузками приходящими от магистралей подвода топлива здесь это вот магистраль окислителя и магистраль горючего здесь к сожалению турбонасосный агрегат закрыт камерой для этого для качественной и количественной оценки проведен расчетный анализ ндс системы двигатель стента включающий двигатель сами магистрали подвода и сама сила измерительное устройство в первоначальном варианте конструкции системы двигатель экзистента магистраль подвода окислителя и горючего закреплены одни osaurus пер услугу g Жестко закреплена магистраль подвода горючего, закреплена к раме двигателя. Рама установлена на внутреннем кольце переходного кольца. При этом на конструкцию действует осевая нагрузка силы тяги, приложенная на шарнире, которая имитирует узел качания. При действии осевой нагрузки на внешнем кольце, переходного кольца, внутреннее получит перемещение за счет прогиба более податривых ребер переходного кольца. Так как узел качания связан с рамой из газоводом, то газовод переместится вслед за рамой и, следовательно, переместит и ТНА. Поскольку ТНА жестко закреплен через магистраль подвода окислителя к внешнему кольцу, а через магистраль подвода горючего к стендовой раме, в магистралях возникают внешние нагрузки, значительная часть которых передается на ТНА. Так, здесь это модель двигателя. Ну, собственно говоря, вся эта гипотеза, о которой я выше говорил, она подтвердилась. Вот здесь мы видим, в синей линии отмечено перемещение всего точек двигателя. Это, конечно же, не устраивает конструкторов и нас, расчетчиков, поэтому нужно было каким-то образом само селоизмерительное устройство ужесточить и ослабить жесткое соединение магистрали окислителя и горючего. Были приняты следующие конструктивные решения. Это столбы, четыре штуки, и ослабление магистралей. При этом перемещение, как вы видите на картинке ниже, зеленым цветом отмечено, значительно, практически в два раза уменьшилось. Ну, это позволило, собственно, решить проблему, что подтвердилось на огневых испытаниях следующих двигателей. Так, ну и нужно отметить преимущества FEMAP, которые... Сейчас... Нужно отметить преимущества FEMAP. Это такие преимущества, как подготовка к геометрической модели, как в самом FEMAP, так и импорт модели из CAD-систем на основе стандартных форматов, таких как AkaGIS, Parasolid, JT и так далее. Высокая эффективность создания конечных элементных моделей. Работа с большими моделями. Как вы уже видели, что практически все наши модели, они большие, комплексные, причем как двигателя, так и в связке с ракетой-носителем. Поддержка широко распространенного в промышленности процессора NX Nocturne, ну и наглядное представление результатов. Спасибо за внимание. Спасибо, Никита. Следующий докладчик Павел Мишин из филиала ЦИНКИ научно-исследовательского института имени Бармина Института стартовых комплексов. Его доклад называется Особенности применения FEMAP на этапе проектирования объектов наземной инфраструктуры. Павел. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Павел Мишин, и я являюсь сотрудником филиала ОЦИНКИ НИИ стартовых комплексов. И я рад приветствовать вас на очередной конференции, посвященной инженерному анализу FEMAP Symposium. На данной конференции я хочу представить вам доклад на тему особенности применения FEMAP на этапе проектирования объектов наземной инфраструктуры. Во-первых, что же такое FEMAP? Что он из себя представляет и в каких отраслях промышленности используется? FEMAP является мощным программным комплексом, который позволяет решать широкий класс инженерных задач. И на сегодняшний день он применяется в основном в таких предприятиях машиностроительного комплекса, как авиация и ракетостроение. также имеют место его использование в судостроении, но и предприятия транспортной сферы желают расширить область вопросов для решения в программном комплексе FEMAP. Его также можно встретить при проектировании объектов тяжелого машиностроения и систем средств обслуживания. На сегодняшний день расчетчик как основной пользователь программного комплекса FEMAP сталкивается с рядом трудностей и проблем. Все они в большей части не зависят от самого расчетчика и связаны с особенностью производственных процессов. Тем не менее, сам расчетчик может непосредственно влиять на изменение положения дел как самостоятельно, так и в связке с руководством предприятия. В частности, он может напрямую чаще взаимодействовать с конструктором, быть в курсе его идей и проработок, а также с помощью руководства внедрять в большей мере системы цифрового проектирования и делать упор на применение более качественных CAD-моделей. Как мы видим, CAD-модели все-таки представляют основу создания конечных элементов моделей и что же собой представляют объекты наземной инфраструктуры, для которых используются эти 3D-модели. По большей части это крупногабаритные конструкции, образованные стандартизированными профилями больших типоразмеров. Это могут быть фермы, рамные конструкции. Также они образуются зачастую при помощи сварки из листового проката. В то же время находят применение и детали узлы, которые выполняются посредством литья или ковки, и во всех случаях мы имеем дело с конструкциями по сути уникальной формы. В качестве нагрузочных режимов выступают комбинации внешних воздействий, которые обуславливаются сосредоточенными распределенными силами и моментами. Также имеют место как постоянные воздействия, так и переменные нагрузки. Это могут быть веса от перевозимого груза, собственный вес обслуживающего персонала на объектах обслуживания. Также это могут быть давления от газодинамических воздействий или же ветровые нагрузки. Итак, рассмотрим несколько примеров функций, которые имеют место в FIMAP и которыми пользуются все расчетчики в разных отраслях промышленности. Во-первых, это функция Curve Center Line. Это мощный инструмент, который позволяет построить каркас из срединных линий посредством анализа геометрических характеристик пространственных стержневых объектов. Зачастую это упрощает процесс наложения свойств к этим получаемым геометрическим линиям и упрощает построение конечных элементов стержневых и балочных моделей. Мы можем видеть на слайде, что здесь представлены типичные примеры стержневых и балочных конструкций, в частности фермообслуживания или же средств доступа персонала. Зачастую бытует мнение, что Curve Center Line является командой одной кнопки, после которой остаются только рутинные операции по дотягиванию срединных линий до пересечения и обрезки выступающих ненужных участков. Однако это не так, и при работе с этой командой следует проявлять осторожность и быть внимательными, потому что, например, для круглых сечений иногда бывает так, что не формируются точки стресс-рековери-поинт. Также следует быть внимательным при задании системы ориентации элементов. В противном случае мы можем получить либо ошибочные результаты, которые очень трудно идентифицировать, либо не получить напряжение после расчета совсем. Еще одним функциональным комплексом FIMAP является панель Machine Toolbox, которая позволяет в интерактивном режиме осуществлять редактирование геометрии и также в интерактивном режиме производить редактирование конечной элементной сетки. С помощью этой панели мы можем и производить контроль за качеством создаваемых элементов. С появлением новых версий FIMAP мы получили массу полезных функций в этой панели. В частности, теперь мы можем осуществлять превью при удалении блендов в геометрии и в зависимости от настроек допуска, смотреть, какие бленды мы оставляем, а какие нам придется удалить. Еще одной полезной операцией, долгожданной, в некотором роде является возможность копирования вместе с геометрией элементов. Также мы можем их вращать, зеркалировать или же перемещать. Тождественными являются и эти операции по отношению к элементам при их ассоциации с геометрией. При работе с солид объектами часто бывает необходимо разбивать их на солид элементы и зачастую делать это исключительно в гекс-сетке. Однако ранее бывали случаи, когда Мэшер FIMAP отказывался разбивать геометрический объект на гекс-сетку в автоматическом режиме без предварительной подготовки и иногда отказывался совершенно строить гекс-сетку. В таких случаях приходилось либо отказываться от этой идеи совсем и применять тетраэдры, что увеличило количество элементов модели и добавляло ей излишнюю жесткость. С появлением функции TED Pyramid Mesh мы теперь можем создавать зоны перехода от гекс-участков к тетра-участкам, что позволяет нам максимально внедрять гекс-сетку. В общем случае агрегаты наземного оборудования представляют собой сложные конструкции, которые формируются посредством соединения между собой структурных модулей. Это могут быть элементы, несущие рамы транспортного комплекса, узлы, систему удержания ракеты, секции стрелы обслуживания и так далее. В зависимости от сложности конструктивной проработки общую конструкцию целесообразно делить на отдельные подсборки и уже производить построение конечной элементной модели непосредственно отдельной подсборки. В дальнейшем такую операцию возможно проить в абсолютно разные временные промежутки в зависимости от готовности конструкторской документации, а также распределять выполнение этих работ между коллективом расчетчиков. На последнем этапе производится сборка целостной модели посредством сопоставления отдельных подсборок, задания связи, наложения контактов и закреплений. Все эти функции удобно выполнять в такой программе, как FileMerge. И здесь в рамках единого окна мы можем наблюдать, какие объекты мы оставляем, а какие импортируем. Также создавать уникальные идентификаторы и, кроме того, создавать отдельные группы. Отдельно следует отметить возможность позиционирования подсборок в зависимости от их ориентации, что упрощает в стройку их в целостную модель. Как я уже говорил, бывают случаи, что для работы с ответственными деталями и узлами нам необходимо построение полностью гекс-сетки. Бывают задачи, при которых Мешер ФИМАП отказывается строить гекс-сетку без предварительной подготовки, и для этого ФИМАП предусмотрены функции, чтобы строить ее в автоматическом режиме или же делить на отдельные структурные блоки, на примитивы, которые поддаются разбиению на гекс-элементы. Еще одним способом может быть наложение плоских шаблонов из плот-элементов с последующей их вытяжкой, либо использованием операции вытяжко-вращением. Это могут быть операции экструд, револф, свып и так далее. Бывают детали и узлы, имеющие сложную форму, и участки переходной формы, в которых целесообразно использовать наложение контакта ГЛЮД. Тем не менее, использование этого контакта должно быть целиком и полностью зависеть от расчетчика, и он должен производить анализ, как влияют эти переходные области на несущую способность конструкции в целом. И, как я уже говорил, для деталей сложной формы мы можем применять переходные участки с пирамидными элементами. В качестве примера построения сложных конструкций приведем конечную элементную модель стрелы обслуживания. Она предназначена для обеспечения доступа персонала к оборудованию, находящимся на больших высотах. И стрелы обслуживания представляют собой металлоконструкцию, образованную из листового проката, который соединяется посредством сварки. Тем не менее, имеют место узлы креплений, которые формируются посредством литья или ковки. В частности, для их имитации конечными элементами мы использовали ГЕКС-сетку, а для моделирования листового проката мы внедряли СИКУАТ-4 элементы. Как мы видим, стрела была разбита на несколько секций, для которых создавались отдельные конечные элементные модели. Связи между секциями моделировались при помощи элементов РБЕ и БИМ, и в отдельных геометрических местах накладывался контакт ГЛЮ, или же в местах сочленения секции использовался контакт с трением ФРИКШН. Также при построении этой модели мы имели довольно жесткие ограничения на использование треугольных элементов. Мы по максимуму задействовали только четырехузловые элементы. и были достаточно сильные ограничения на величину формы изменения элементов. За этим мы также следили. В качестве нагрузочных режимов выступал прежде всего вес обслуживающего персонала. При этом мы людей размещали таким образом, чтобы создавать наиболее неблагоприятный изгибающий момент на основании стрелы в целом. Кроме этого, накладывалось ветровое воздействие в виде давления и воздействие от климатических нагрузок, от выпадающего снега и обледенения. Во всех случаях на отдельных секциях мы получали набор реакций, которые сопоставляли друг с другом при сборке целостной конечной элементной модели. Одним из этапов проектирования объектов наземной инфраструктуры, конечно же, являются этапы проработки конструктивных исполнений конструкций. На данной стреле мы зачастую имели до семи модификаций одной и той же конструкции в зависимости от ослабления или же формы изменения каких-либо участков. В целом каркас секции был прочен за исключением отдельных локальных зон креплений. В частности, на слайде представлен процесс доработки проушин крепления секции между собой. Как видим, это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Кроме всего прочего, нами был широко внедрен инструмент FreeBuddy, который позволял в интерактивном режиме осуществлять контроль получаемых реакций и прилагаемых усилий. Вместе с этим мы с помощью этого элемента производили вычисление усилий контакта, передачу нагрузок на подмодели, то есть мы занимались подмоделированием. В частности, мы моделировали средства доступа персонала и ограждения. И также при помощи инструмента FreeBuddy мы проводили анализ работы RBE элементов, насколько правильно они приложены к модели. Еще одним этапом при разработке конечных элементов моделей средств обслуживания является проработка болтовых соединений. Вместе с этим мы можем моделировать как разъемные осевые и штыревые соединения. Для этого мы солид-элементами имитируем сам фланец и уже при помощи элементов BIM и RBE мы можем имитировать как болты, так и, например, воздействие гайки на сопрягаемые фланцы. Вместе с этим мы задаем условия контакта friction между контактирующими фланцами и учитываем предзатяжку болтов при расчете. И в качестве еще одного примера использования функциональных возможностей FIMAP можно привести учет весовых и статических нагрузок при анализе динамического воздействия в новых решателе Solution 401-402. Ранее при наложении статических нагрузок к модели для получения первоначальных прогибов мы получали мгновенный отклик к модели и нам приходилось либо ждать, пока конструкция уравновесится, чтобы получить какой-то прогиб, либо же отказываться от этой идеи и вообще не учитывать весовые или статические нагрузки. Иногда это давало значительные погрешности. При помощи Solution 401 мы с помощью различных сабкейсов теперь можем в первом сабкейсе задавать статический расчет с весовой нагрузкой, а уже на втором сабкейсе с учетом полученных прогибов и деформаций мы можем проводить транзиент-анализ, как, например, движение транспортного комплекса по неровностям дорожного полотна. И в качестве еще одного такого применения можем привести подъем либо ракетного комплекса, либо опрокидывание контейнера на гидроцилиндрах. В заключение хотелось бы поблагодарить организаторов Сипозиума за проделанную работу. И на данном слайде приведены мои контакты, по которым можно со мной всегда связаться. Призываю вас подписываться в группу конечного элементного моделирования в ВКонтакте, я ее веду, здесь я отвечаю за вопросы использования FIMAP, милости просим. На этом все, спасибо. Уважаемые участники Симпозиума, первый день нашего мероприятия подошел к концу. Спасибо, Энди, спасибо докладчикам и спасибо вам, уважаемые участники Симпозиума. Своими вопросами, своим вниманием вы вносите вклад в развитие инженерного дела в целом и в развитие расчетного комплекса FIMAP в частности. Завтра наше мероприятие начнется также в 13.00, 10 сентября. С докладами выступим я и мои коллеги из Кадис и НС Labs. Спасибо, ждем вас завтра, до встречи. Продолжение следует...